Знаете, помните, кто сказал, что человек всегда в ответе за того, кого приручил? Антон де Сент-Экзюпери, в маленьком принце. Нет, не человек всегда за того, кого он приручил, а ты навсегда в ответе за то, кого приручил. Ну, кто предполагается молчаливый человек, конечно, в ответе за того, кого приручил. Так вот у нас в Школе Человек Будущего человек, человечность, человечность. Из многих стран мира мы туда выходим, вместе создаём науку человечности. И я провожу ликбезы бесплатные, открывать творческие качества, развивать свои таланты, становиться дружелюбными, чтобы сохранить мир на планете, сохранить разум у человека, сердце его. Мы же этим занимаемся, да. А вот сейчас мы по инициативе Елены решили провести ликбез, нет, не ликбез, а как бы назвать, марафон, который проводят, ну, в течение месяца, один раз в неделю, то есть четыре недели получается марафон, где я буду помогать сбрасывать лишний вес, горло ремонтировать. Покажу вам, как сделать так, чтобы из Хриплова превращаться в нормальный естественный природный голос, такой, чтобы у вас был, чтобы вы освещались, светились. Картины рисовали. Вот мы с Акбаром договорились, сейчас поставим её на выставку и назначим пять миллионов. Пять миллионов рублей, чтобы купили за пять миллионов рублей. И разобьём нашу школу больше, и чтобы больше людей подписывались, получали бесплатную помощь, выходили из стрессов, а когда человек выходит из стрессов, у него открывается творческое начало. Человек по природе творец. Отличная картина, слушайте. Ну вот. Это Есенин, а это Дункан. В образах, конечно, в образах. Друзья, я вам потом больше расскажу. Дело в том, что мой друг Рахман, один из лучших цветников, десятки цветников, в Москве был. Ездил каждое лето в Германию, там, к одному миллиардеру. Оставлял там свои картины и возвращался на новый Мерседес. И он мне сказал, найдёшь человека, который полюбит твоё творчество. И у тебя всё будет. Моё творчество любят многие. Да, и сейчас мы... Ну, я много выставок сделал. Выставки искусствознания, и в ГИМО, там, и в Дагестане, там, и в Москве, несколько, и в галереях. Много сделал. Посмотрите, там у меня в списке моих выставок. И мой сын художник, да. Он тоже психолог, а я врач и психолог. И так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, ты всегда в ответе за того, кого приручил. И поэтому, получается, я бесплатно лебезо делал. И сейчас Елена предложила провести вот этот вот, чтобы избавиться от лишнего веса, кто хочет, в марафон. И чтобы постранеть. Постранеть. Ну, как я вот. Постранела. У меня раньше было 90-110 килограмм. Постранела. Помню, мышцы такие, вот такие были мышцы, а теперь обходилки, естественно. Так вот. Вопрос заключается в чем? Там вдруг нам, заподписывайтесь на телеграм, увидите, как это интересно. Там вдруг стали писать, а там было озвучено 5000, а вы проводите бесплатно. И вот мы не можем понять, по-моему, это дорого там написано, или 3000 там было озвучено. Вспоминая слова из маленького принца. Ты навсегда в ответе за того, как его приручил. Я приручил всех, да, бесплатно получать помощь. Но эту же помощь получают люди, которые находятся в тяжелейшем состоянии. Бесплатно. Всегда. И на бесплатных лебезах. Пожалуйста, в зуме. Выходите. Задавайте вопросы. Получайте помощь в развернутых ответах, на примерах. И вся школа поддерживает. А тут марафон, кто хочет сбросить вес. Это очень важно. Это очень важный и лишний вес сбросить стать в стране. Это очень важно. Да, сотен тысяч людей. Ну хорошо, проведу я опять бесплатно. Ну хорошо. Хорошо, но там разумные люди хотя говорят, что как же так вы бесплатно всё время работаете, как же вы живёте, как же вы краски покупаете. Служите. Короче говоря, я готов бесплатно провести. Я готов за деньги провести, платить помощникам, которые поддерживают канал, развивают школу и так далее. Пожалуйста. Как хотите, так и делаем. Да. Я всегда в ответе за того, кого приручил. Я очень люблю экзюперию. И вы любите, наверное, экзюперию и маленького принца. Поэтому я его и вспомнил. Поэтому там такой бум в Телеграме развернулся насчёт этого. Тысячу заплатить или пятьсот заплатить, чтобы лишнее время вес сбросить, который всё же человек пытается сбросить. Не может, а тут ему предлагается. Как хотите, так и сделаем. Пишите, как хотите. Подписывайтесь на Телеграм, подписывайтесь на Ютуб канал. До встречи.